Сергей Бауманес у инвалидной колясцы уже около 20-ти годов травму позвоночника отримал подчас неудалой посадки самолёта. В 90-х годах переехал у Гомель у этот дом по улице Манивича. Привыкать пришлось не только до нового места жихарства, а и до новых умов самого життя. Бокап добраться до лифта, треба было переодолеть шесть приступок, что для человека у колясцы без сторонней допомоги не переодольная перешкода. Тогда из-за допомоги он звернулся у дома керавництва. Уходким часом тут усталевали специальную конструкцию. Вратовая Яна Сергея и зараз. Да, он немножко тяжеловат, потому что железо чёрное, хотелось бы полегче, но это такой вариант, который мне позволяет самостоятельно выходить и заходить домой. Вообще в Беларуси, да, в Беларуси это самый острый вопрос стоит, выхода людей на коляски из своего жилища. Дорогие, этот дом был побудован уже в начале 80-х. Тогда в проектах будинка пандусы или подъёмники не значились. Отшёлся эти проблемы на себе, Сергей выросил заняться грамадской праце. Сейчас он является членом Гомельского областного грамадского объединения инвалидов-спинальников. Кажется, из-за семья дауна 80% колясочников не могли выйти со своей квартиры. В 2013 году у буда уничтожей нормы были унесены смены. Теперь при взведении новых домов безбарьерная осеродья продуглеживается першепочаткова. Мы должны сегодня в области делать всё, чтобы жизнь наших, в первую очередь, инвалидов-кулясочников была более облегчённой. То есть вопросы, которые должны решаться сегодня, и архитектура, городостроение, в первую очередь, строительство новых объектов, реконструкции объектов, понижение тротуарной плитки в транспортной системе. Великий крок, сделанный в этом плане у будинка громадского корыстания. Однако, если у войска человека в инвалидном кресле не складает проблем, то уже внутри перемещаться бывает просто немогчимо. У всех эти проблемы и поднимает на поверхню громадского объединения инвалидов-спинальников. Только что его члены завершили буйные проекты, которые продолжаются целый год. Его выники подвели за круглым столом в Комитете по праце, занятости, социальной обороне насильництва Гомельского облаго Конкама. У дел приняли представники державных структур и организаций. Дарыча за час деяния проекта был проведен в шерах акций с упроцовниками ДАИ, транспортных предприемств Гомельщина и специалистами будалничьей сферы. Новая форма работы в рамках проекта была встреча со студенческой молодежью. У нас были две встречи в Белорусском государственном университете транспорта со студентами факультета промышленного гражданства, строительства. Это будущие наши строители, будущие архитекторы, проектировщики, которые увидели, что значит безбарьерная среда для конкретных людей. Это для них будет в будущей работе, наверное, тоже важно. И со студентами медицинского нашего университета. Там проблема поднималась, проблема реабилитации. По выниках круглого стола принята резолюция, по которой будет побудована дальнейшая праца. При этом створении безбарьерного сяродя – один из первых пунктов затвержденного плана, а житявить его усим разом махчима при уделе уладов и будовнейших организаций. Складание у иншим – научить громадство в целом жить, уличивающие интересы у всех. Утымлику и людей с обмежованными махчимостями, потому что можно обсталевать парковочные места для инвалидов-колясочников, но научить остальных водителей не воспринимать эти несколько квадратных метров, как нечто другосное. Задача – нарушение, кой махчима, потребуется немало часу.